А я вас приветствую на своём канале, как всегда, Мукбанк и самые интересные темы, мои маленькие извращенцы. Сегодня, так, это пицца. Я её разрезала, она очень горячая, я её только достала из духовки. Как я её делала? Я её делала так. Я купила фокаччо, фокаччо, вот эта вот лепёшка, она уже была с приправами. Я её заморозила. Бывая, замораживаю лепёшки, хачапури, когда покупаю, я её разморозила. Отдельно я приготовила курочку, захотела с курицей, значит, домашняя курочка у меня была, соседка мне передала. Далее сделала шпинат, помидор, полила маслом каенский перец, соль, посолила это всё, перемешала помидоры со шпинатом. Сделала соус. Ну, соус вы можете любой сделать, какой вам нравится. Я сделала просто майонез-кетчуп. Далее это всё выложила на лепёшку, засыпала пармезаном и отправила в духовку. Лепёшка очень хрустящая стала, но вообще всё сочно. А, ещё добавила бальзамический уксус к помидорам и шпинату. У меня просто обычного сыра нет дома, поэтому я пармезаном, побольше пармезана у меня получилось. А каенский перец добавила в овощи, ну, к шпинату, чтобы сама пицца была такая, знаете, остренькая. Я люблю вообще острую еду, поэтому я добавила. Вкусно, у меня ничего нет, запивать. Думала, тут половина лимонада будет. Нет, тут чуть-чуть осталось вообще лимонада. Кстати, если вы видите, ну, это не реклама, естественно. Это, кто любит вот советские лимонады, я обожаю. Я не пью ни колу, фанту, спратья, я это не люблю. Ну, я пью лимонады, зеленокумские лимонады, вот, экстра-ситрои, у них барбарис, у них всё вкусное. Ну, покажу, кому надо. Если вы видите в вашем городе, купите обязательно. Это, знаете, это лимонад, как вот из детства. Ну, тут, видите, пару глотков у меня осталось. Сегодняшняя тема, кстати, будет... У меня подружка есть, а у неё есть её подружка, которая не отчаивается. Ну, в принципе, она и не отчаивалась никогда, это я так, как слово сказала, которая ходит с Тиндера по свиданиям. Да, именно вот она сидит плотно на Тиндере. И очень часто у неё, ну, не знаю, каждую неделю, там, по два бывает, по три свидания, ну, вот, ходит. И вот история, ну, вот, то, что она рассказывает про эти свидания, какие у неё были мужчины. Ей 30 лет. Ну, а она на свидания ходит с более молодыми парнями, которым 25, 24, ну, вот где-то вот такой промежуток. Ну, такие вот молодые парни, высокие, а-ля там спортсмены. Ну, такие вот, ну, вот такой вот у неё вкус. И, значит, пошла с одним на свидание, позвал он её в ресторан. Ну, она же нарядилась, одела чулки, прическу себе сделала, всё самое красивое надела. Ну, когда тебя приглашают в ресторан, это подразумевается то, что вы будете есть и выпивать, правильно же? Ну, конечно, вот в ресторан, в ресторан они пошли. Ой, и он, они заходят в ресторан, они садятся, им приносят меню. Ну, и официант уже через некоторое время, значит, к ним подходит и спрашивает, вы там что-то будете? Он такой, нет, у меня стакан воды. Она так на него смотрит, говорит, в смысле стакан воды? Ты что, не будешь её еть? Нет, нет, я дома, я дома поел, всё, не пить ничего не буду. Ну, она такая странная, она думала, уже смотрит, там, ну, может быть, шампанское, бутылку вина заказать, там, к вину каких-нибудь морских гадов и так далее. И тут она понимает, что он, видимо, не собирается её ни кормить, ни поить. И вообще непонятно, для чего он её тогда пригласил в ресторан, чтобы что, выпить стакан воды и посмотреть, как она будет себе заказывать, ну, что-то. Ну, то есть, я вот такой вот, ну, вообще не понимаю, не то, что я не понимаю, это настолько глупость такая, ну, если ты, ну, там, жадный, у тебя нет денег, ты не рассчитывал никого, зачем ты приглашаешь, зачем ты приглашаешь вообще девушку в ресторан, да? Сейчас, секундочку. С какой целью ты зовёшь девушку в ресторан? Девушка собирается, тратит время, тратит, возможно, у нас постоянно проблемы с колготками, с шульками, мы их при, как надеваем, значит, мы их рвём, мы покупаем новые, мы тратимся и так далее. То есть, это и время, и причёс, и всё, а ты сидишь вот такая вот херло, которая заказала себе бокал воды, просто сказала, мне ничего не буду. То есть, он даже, он не пытался, он не то, что он её не собирался, и даже если она заказала платить, то есть, она рассчиталась, она заказала себе какой-то десерт, и вообще они так посидели, как-то сухо, непонятно, чай, и она сама за себя расплатилась. Он даже не предложил ей платить чай, чизкейк, то есть... Смысл этого свидания был... Я бы, конечно, удивилась, и глаза бы на выкате сделала. В смысле, ты пришёл в ресторан, то есть, она ему предложила, давай в ресторане встретимся, да даже если бы она предложила, но если у тебя нет денег, если у тебя нет возможности, и ты вообще не собираешься там платить, скажи им, нет, давай просто кофе попьём и так далее. То есть, на этом вы разошлись, если друг другу не устраивает. Это глупая ситуация? Знаете, такая глупая, глупая-преглупая ситуация. А чего у меня... О, вот так лучше. И дело здесь же не в возрасте. Что он там молодой, глупый. Я думаю, то, что ему будет и 30, и 40, и 50, и, возможно, он также будет себя вести абсолютно так же. То есть, приглашать девушку, и что? Смотреть на её платежеспособность. А если бы она пришла, у неё не было денег было. Как бы в этой ситуации, да? Но не всегда же есть деньги. Вот мне бывает такое, меня приглашают в ресторан. У меня бывает, у меня ни копейки нет денег заплатить за себя. Но нет у меня денег, меня пригласили. Если мужчина меня приглашает, у меня в априори, что он за меня платит. Ну, в смысле? Он заказал бокал себе воды и сидит. И что нам, о чём тогда нам с ним вообще разговаривать, и для чего это вообще свидание. Сама фокаччо такая вкусная. И ещё одно, значит, свидание списалось в тиндере с парнем. Ну, он не совсем молодой, он живёт один. И он ей говорит, у меня есть дома качели. И он ей говорит качели. У меня есть качели дома. Ну, какие качели? Она говорит, ну, вот качели у меня есть там в комнате. Обычные вот качели, которые к потолку приделываются. И вот на них можно кататься. Но я на них не катаюсь. Я на них сексом занимаюсь. На качелях. Ну, она думает, блин, у меня давно не было секса. Может, интересно. Она любит все такие вот, знаете, эксперименты. То есть ей это привлекает. Ну, вот он такой извращенец. Вот он любит не просто на кровати, на диванчике, и даже на подоконнике. Это для него очень так, ну, банально, да. А любит именно вот качели. У него там секс-игрушки. Вот ему надо вот всеми пальцами во все дырки залезть. Да, там понапихать кучу хуёв в рот. Ну, то есть вот такой вот любитель, да. Вот любитель, вот что-то вот где-то как-то необычно. Она говорит, ну, давай, говорит, встретимся. Ну, посмотрим как это, что. Ну, вот она к нему приходит в гости. Они что-то там веселятся, выпивают, возможно. Вот это я, кстати, не помню. Они выпивали или нет? Ммм, выпивали. Что-то в наш следующий день. Она плохо себя чувствовала. Ну, вот выпивали, выпивали они. И там они до утра на этих качелях катались. До утра просто. До Талова там. В шесть утра, она только, по-моему, от него уехала. Всё катались на этих качелях. А самое ещё интересное, что я вам могу сказать, что я пропустила, не мажа, не маловажный фактор. Он ей дал новое бельё. Такое, знаете, проститутское бельё, когда вот одна ниточка спереди, одна сзади. Ну, это так вот мы называем это бельё. Вот, обязательно вот в новом белье, новые трусы, там с биркой всё, ну, не поношены, не чьи-то. Мэля с собой, она тоже их, естественно, забрала. То есть чувак подготовился. Видимо, он любит, как девочек, катать на качелях в новом белье. Микуш, что ты едешь? Ты понюхай? Золотой ребёнок. Ну, поздоровайся. Я тебя с утра же сегодня кормила, ты уже два раза ела. Просто понюхать пришло, скажи, скучно. Просто прокурор. Мякушка прокурор мой. Да? Прокурор подпольной кухонью, прокурор или ФСБшница. Иди, иди уже. Всё, понюхала, всё. Не отвлекай, я тут рассказываю историю. Микуш, потом. Потом людям стыдно в глаза смотреть, что ты у меня по столу лазишь. Ну, и всё. Они отдохнули. Она уехала домой. И они списываются уже. Ну, она поспала, списываются. Я не знаю, кстати, кто кому-то там написал. Блин. Упала самая вкусная. Как ты себя чувствуешь-то? Она говорит, да. Честно, говорит, херово чувствую. После вчерашнего отходники. Она говорит, слушай, у меня не рубля в кармане. Ты мне можешь пиццу заказать? Пиццу, блин. Он ей пишет. Не, не могу. Я такая говорю, а он беден, не беден, что ли? Говорит, богатый чувак. Извращенец. Который, ну, развлекается с девушкой. Ну, будь. Как ты, не знаю. Ну, тебе что, жалко для девчонки пиццу за 500 рублей заказать? Вы развлекались всю ночь. Кайфовали вместе. И сто процентов такие говорят, ты самая лучшая, ты самая клёвая. Давай встречаться постоянно с тобой. Я тебе буду помогать. Тебе что, жалко пиццу заказать для девчонки? Ну, ёбаный в рот. Ну, это же стадово кусок просто для мужика. Вот такое вот было свидание необычное. Уже глоток допью этого лимонада. Блин, надо было бутылочку ещё купить. Вкусные. С пиццей вообще обалденно. Ой, ой, самое, ой, самое сладкое, да? Бомба. Сейчас ещё два раза укушу. Всё повалилось у меня. Всё повалилось. Вот такие два свидания. Ну, что вот интересное, да? Необычное. Необычное. Покататься на качелях. Понятно, что они оба этого хотели, да? И она была не против. Тут тут же не говорится, что это был секс взаимовыгодный, да, в плане каких-то финансов, да? Тут говорится про другое, что ты провёл прекрасный, прекрасный ночь с женщиной, с которой ты кайфовал, тебе было классно. Но неужели тебе так жалко заказать пиццу, девчонки? Мне, конечно, этого не понимаю. Самые вот худшие мужики – это жадные. Вот жадность – это вообще такой порог, такой грех, да, вот эта вот жадность. Всё, девочки, я налелась. Это у меня останется, естественно, на завтра. На завтра. Вот такие истории. У кого там интересные свидания, у кого там интересные моменты? Рассказывайте мне, пишите ваши истории, делитесь. Расскажу здесь, на канале. Пишите мне в Инстаграм, в Директ, пишите мне ВКонтакт. Рассказывайте, не стесняйтесь. Рассказывать буду всё анонимно. Кто тут будет в комментариях осуждать, наплюйте это. Вообще вас не должно, в принципе, волновать. У каждого своё на это видение, взгляд и так далее, да? Поэтому делитесь, делитесь интересными историками. Ну, неужели нет ни у кого какой-нибудь бомбической истории, которая бы я сняла видео, и это видео бы залетело, бомбануло настолько, что так что... Ну что, всё, целую. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»